Продолжаем по книге Сила Чувы, день пятый, идея этого дня – милосердие Всевышнего. Рекламент пишет, что в Йом-Кипу Хоэн-Гадоль заходил в Бет-Амикдаш, и служба его была очень тяжелая, и целый день он служил, исполнял службу, искупая грехи своей, своей семьи и всего еврейского народа. Он заходил в Святая Святых, произносил непроизносимое имя Всевышнего, и каждое его действие должно было быть идеальным, и его действия, и намерения, с которыми он это действие выполняет. Если что-то он сделал бы не так, как нужно, то это могло бы стоить ему его жизни, и стоить еврейскому народу того, что они бы не получили прощения в этот Йом-Кипу. И каким бы тяжелым этот день для Хоэн-Гадоля не был, когда он заканчивал свою службу и выходил из Бет-Амикдаши живым, он светился, как они говорят, он светился, как ангел в небесах, или как человек, у которого корона на голове, или светился так, как радуется и светится жених и невеста в день своей свадьбы. Поэтому, если мы посмотрим в мире нееврейском, в мире неверующих, в мире физическом, наслаждение и тяжелая работа, и концентрация на чем-то, это две взаимоисключающие вещи. В мире же истины, в мире Торы, трудности, отчаяния, разочарования, очень часто являются той плодородной почвой, на которой взрастает наслаждение. Поэтому, если мы посмотрим Чува у неверующего человека, что такое Чува? Чува – это что-то, что приводит к депрессии, приводит к тому, что человек чувствует свою вину, чувствует свой стыд, и для неверующего человека Чува – это что-то, не дай бог, отрицательное. Но с еврейского, с еврейской стороны, если посмотреть на Чуву, это самый большой подарок. Чува – это самый большой подарок, который Всевышний нам дал, чтобы стереть все наши грехи, все наши ошибки, и предстать перед Всевышним очищенным от всего, что было до этого. Поэтому пишет Шарет Чува, что одно из самых больших добро, если можно сказать, которое сотворил Всевышний – это Чува. Всевышний знает, что человек не идеальный. Все мы делаем ошибки. Поэтому, зная, что мы будем делать ошибки, не дай бог, зная, что мы будем делать грехи, Всевышний дал нам возможность исправить эти грехи, исправить наши ошибки. И пророк Ишаяу гарантирует нам, что какой бы грех человек ни сделал, даже если он сделал самый большой грех, это, не дай бог, осквернение имени Всевышнего. Он обидел Всевышнего, он восстал против Всевышнего, Всевышний никогда не закрывает для него двери Чувы. Все, что Всевышний делает, как мы знаем, это доброта. Как мы говорили вчера, бог сам добро, и создал мир для того, чтобы делать добро. Но Чува является одним из самых больших добром, который Всевышний сделал. Как нам это будет проявить? Чуву мы должны делать с радостью. Как можно делать Чуву с радостью? Когда человек начинает думать о Чуве, и человек начинает думать о прошлом, он попадает, не дай бог, в депрессию, и на самом деле, как мы говорим, нет. Чуву нужно делать с радостью. На Чуву нужно смотреть, как на возможность обновиться, стать лучше, стать человеком без грехов. Поэтому человек, который начинает процесс Чувы, он заметит, что это его освобождает, освобождает его от всего негативного, то, что было у него в прошлом, и дает ему использовать весь свой потенциал в будущем. На что это похоже? Как мы говорим, Чува похожа на лекарство. Лекарство, которое человек, который болеет. Ему врач дает лекарство, он это принимает с желанием, как можно лучше, как можно точнее, как можно быстрее. Для чего? Потому что он знает, что это лекарство с Божьей помощью вернет ему его здоровье. Так же и Чува возвращает человека в то состояние, которое ему было до греха. Поэтому говорит, любая митцва должна быть сделана с радостью. Мы приходим с негагом на Шахарид в 6 часов утра, мы должны радоваться. Мы приходим на Арви, на Минха, Тфилин, Цицид. Как бы тяжело человеку ни было, человек должен радоваться. Любая митцва должна исполняться с радостью. Но в любой митцве, кроме Чувы, радость, она снаружи. Мы должны радовать себя, делать себя радостным, чтобы исполнить эту митцву. Но радость в Чуве, она внутренняя. Почему? Потому что благодаря Чуве мы понимаем, что все наши грехи прощены, и что дверь для получения благословений и в этом мире, и в будущем мире для нас открыта. Поэтому радость в Чуве, она внутренняя, она часть этой митцвы. Поэтому он говорит, в эти дни, месяца и люль, десяти дней, мертву, жена, емкий пур, деснее раскаивание, Чува – это самый большой подарок. Но, к сожалению, некоторые люди оставляют этот подарок не открытым, а завернутым в обвертку красивую, которую его обвернули. Считая, ошибочно считая, что что мне даст Чува, то я должен сидеть, проверять себя, как у меня прошел день, как у меня прошел месяц, как у меня прошел год, я должен становиться лучше, я должен стараться исправиться. Зачем мне это все надо? Но на самом деле, каждый из нас должен схватить этот подарок, открыть эту обвертку, и там мы найдем то, что мы ищем. Что мы ищем? Человек хочет, чтобы у него была здоровая жизнь, чтобы у него было благословение, чтобы у него была радость. Все это человек может достигнуть, если он начнет делать Чуву. Три поинта, которые мы сегодня сказали. Мы должны знать, что нет противоречия между трудностями и наслаждением. Одно помогает другому. На самом деле, чем больше у человека трудностей, тем больше наслаждения он получает, когда он преодолевает эти трудности. Это первое. Второе. Чува – это трудный процесс. Но мы должны знать, что это самый большой подарок, которым Всевышний нас одарил, который дает нам возможность обновиться и обновить нашу связь со Всевышним. И третье. Чува – это подарок. И эту Чуву нужно делать с радостью, как любую другую митву. Баруха Дунай Ле Оля. Амин. Амин.